Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я хочу продолжить наш курс по восстановлению потенции и липида. Сегодня мы будем с вами разбирать следующую тему, а поговорим на сегодняшнем нашем курсе про психологические причины нарушения потенции. Я напоминаю вам, что сегодня второй урок, первый уже есть в доступе. Крайне рекомендую вам выполнять рекомендации, которые были даны в самом уроке, в самом те задания, те рекомендации, которые мы разбирали. Этот курс я создала абсолютно бесплатно, специально для мужчин, чтобы вы улучшали свое липида и свою потенцию, что по истечению всех уроков вы действительно увидели потрясающие результаты, что желание будет гораздо лучше, будет хорошее на высшем уровне, намного лучше будет потенция, соответственно, улучшится качество сперматозоидов и, конечно же, улучшится уровень тестостерона, он повысится. Поэтому крайне рекомендую прослушивать до конца уроки, которые я специально для вас подготовила, и выполнять все рекомендации. Почему? В первом уроке мы говорили об основных причинах, почему же происходят сексуальные дисфункции, почему снижается либидо. И второй урок я намеренно эту тему обозначила как психологические причины нарушения потенции, потому что 40-50% мужчин страдают нарушениями потенции, нарушениями сексуальных дисфункций именно по причине какой-либо психологической. И сегодня мы с вами определим, как же все-таки эти причины можно выявить и как, главное, на них мы с вами можем повлиять. Соответственно, причин может быть достаточно много, но наша задача как раз-таки на протяжении нашего курса избавиться от всех тех факторов, которые на сегодняшний день мешают поддерживать нормальное здоровье, мешают воспроизведению нормальной репродуктивной функции. Ну, кто со мной еще не знаком, меня зовут Ольга Придухина, Я врач, врач-акушер-гинеколог, уролог, врач ультразвуковой диагностики, активно занимаюсь просветительской деятельностью, да, более 650 тысяч подписчиков в Ютубе, более 415 тысяч подписчиков в ТикТоке, более 150 тысяч подписчиков в запрещенной на сегодняшний день социальной сети, более 18 тысяч в Телеграме, также можно меня найти в Одноклассниках, в Дзен-канале, также у меня 4 изданных книги собственных на… уже свои, одна из которых является бестселлером на Озоне, и, как я вам обещала, пока идет курс, я очень надеюсь, что выйдет пятая книга как раз-таки по мужскому здоровью, где будет… она уже отправлена в редакцию, и в этой книге будут четкие также рекомендации по тому, как можно влиять на мужское здоровье, как можно влиять на потенцию, как можно увеличивать либидо. Тоже все факторы очень важны, поэтому, как только книга будет доступна, я обязательно вам про это сообщу. Являюсь оперирующим врачом, преподаю в высшей школе, соответственно, также являюсь разработчиком, автором препарата для мужчин «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Это уникальный, на мой взгляд, препарат, который уже попробовало много мужчин, и который ежедневно пишут мне очень хорошие отзывы, отправляют благодарности, что препарат действительно работает, и что мужчины как раз с помощью, в том числе мужской мощи, улучшают здоровье, у них улучшается потенция, улучшается либидо, повышается тестостерон, и мужчины чувствуют себя намного-намного лучше. Ну что, друзья, давайте все-таки с вами повторим, что же такое эректильная дисфункция. Еще раз напоминаю, что кто не смотрел первый урок, обязательно смотрите, но тем не менее вспомним, что эректильная дисфункция раньше было понятие импотенция, но все-таки медицинское сообщество решило заменить понятие импотенция на эректильную дисфункцию. Мужчина не может при эректильной дисфункции получить устойчивую эрекцию, сохранить ее в течение полового акта или завершить половой акт эукуляции. Все это, конечно же, приводит к серьезным проблемам в отношениях с женщинами, очень часто разрушает отношения и становится серьезной причиной возникновения комплексов. Поэтому я все-таки рекомендую, как только вы заметили у себя какие-либо изменения, изменения в своем желании, в либидо, возбуждении, изменения, касающихся потенции, обязательно нужно с этой проблемой работать. Само собой не пройдет, и все те факторы, которые сегодня мы будем разбирать, нужно понимать, что все это само собой не пройдет. Только комплексный подход, только хорошая комплексная работа, если необходима комплексная терапия, поможет мужчине восстановить потенцию, повысить либидо и, безусловно, в целом потрясающим образом влиять на мужское здоровье. Симптомы импотенции, то есть когда можно уже задумываться о диагнозе эректильная дисфункция, отсутствие или ослабление утренней эрекции, так называемой спонтанной эрекции, неполная или недостаточная эрекция, необходимость в длительной стимуляции для эрекции, отсутствие эрекции даже при возбуждении, постепенное или внезапное уменьшение напряжения полового члена во время полового акта, ранняя эукуляция, наоборот, мужчина долго не может закончить половой контакт и увеличение времени между половыми актами. Всё это уже должно натолкнуть вас, все эти симптомы, на то, что а не эректильная ли это дисфункция, а не возникают ли именно проблемы, связанные с мужским здоровьем. Поэтому это такой очень важный фактор. И на это, конечно, мы всегда обращаем внимание. Ну, всё-таки, кто смотрел первый урок, там мы подробно все эти моменты разбирали, и переходим к теме сегодняшнего, нашего с вами занятия. И сегодня мы будем говорить о самой распространённой психологической проблеме. Безусловно, она бывает и у мужчин, и у женщин, но коснёмся сегодня именно мужчин. И если мы в целом рассматриваем психологические проблемы, связанные с нарушением либидо, психологические проблемы, связанные с нарушением потенции, то наиболее часто речь идёт вот именно о синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи. Это чрезмерное психологическое напряжение у мужчины перед половым актом, которое сопровождается тревогой или страхом. Наиболее сильно оно проявляется в интимной обстановке и в итоге приводит к нарушению эрекции. То есть достаточно такое распространённое понятие. Детально синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи был изучен ещё в СССР. Это сейчас, да, очень долгое время всё это больше покрывалось какой-то тайной. Об этом очень мало говорили, на это очень мало обращали внимания. Но тем не менее, вот вам статистика. Уже в Советском Союзе в 80-х годах 20-го века детально начали обсуждать и изучать данный синдром. Ранее этот феномен как раз таки называли психологической импотенцией. Сейчас вы наверняка возможно где-то в литературе, в каких-то видео встретитесь именно с таким понятием как психологическая импотенция. И я очень часто использую данное понятие, потому что не каждому сейчас понятен вот синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Но тем не менее эти оба понятия схожи. И соответственно сейчас, я еще раз повторюсь, это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Раньше называлось как психологическая импотенция, психогенные сексуальные расстройства, сексуальный невроз. В переводе с англоязычной литературы, если мы переведем как раз перед вами еще и на английском языке этот феномен прописан, это страх сексуальной неудачи. Не сама сексуальная неудача, а именно страх сексуальной неудачи. Главная проблема заключается наиболее часто и вот как раз слайд, что в 80-х годах уже начали изучать и главная проблема заключается в большом количестве сексуальных стереотипов, которые навязаны художественными фильмами, которые навязаны рекламе, и здесь следуя им, кто такой настоящий мужчина. Да, это такая, мне кажется, вообще отдельная тема отдельного вебинара, что сейчас все-таки немножко произошло какое-то, какой-то замена понятий, когда мы говорим про настоящего мужчину, многие описывают его как мужчина, который там должен зарабатывать от 300 тысяч рублей в месяц. Сразу, друзья, я скажу, это не моя конкретно позиция, я с этим абсолютно не согласна. И когда какие-то эксперты, психологи начинают говорить, что делят мужчины на какие-то категории, что мужчина должен столько-то зарабатывать, если он столько-то не зарабатывает, значит, он не настоящий мужчина, меня от этого вообще просто трясет, как вообще об этом можно говорить, потому что профессии абсолютно разные, и многие мужчины служат, выполняют огромный долг перед государством, перед гражданами, и судить там о том, сколько мужчины зарабатывают, на мой взгляд, это некомпетентно как минимум. Но тем не менее, поскольку все время это обсуждается, и в видео, и в статьях, у мужчины складывается определенный стереотип, начиная от заработка, сколько там мужчина должен зарабатывать, что он там должен, как он обеспечивает женщину, какие-то путешествия дорогостоящие оплачивать, какие-то дорогостоящие украшения оплачивать, вот тогда он там, допустим, какая-то категория мужчин. И я с этим абсолютно не согласна, потому что вот здесь у мужчины уже накладываются серии определенных блоков психологических, причем блоков очень-очень серьезных, что мужчина видит, что со всех сторон ему говорят, ты должен там купить, там же не браслет за такие-то деньги, да, ты должен там на каждый праздник дарить вот такую вот корзину с цветами, чтобы ее не поднять было, да, соответственно, ты там должен столько-то зарабатывать, раз в три в месяц ты должен женщину там вывозить на какие-нибудь острова. И все, мужчина понимает, что, к сожалению, и на сегодняшний момент он, возможно, не может это сделать, и у мужчины формируется комплекс, да, комплекс того, что вот он там влияет, это безусловно, на самооценку мужскую, это влияет, конечно, на самого мужчину, и плюс сюда еще добавляется, что может быть вот отсюда как раз-таки начинаются определенные нарушения. Вообще вся вот эта вот история вот с этим настоящим мужчиной меня очень всегда смущает, когда какие-то там женщины начинают давать какие-то критерии, да, и я бы вообще, конечно, это все запретила, если честно, потому что отсюда мы видим, что у мужчины формируются стойкие блоки в голове, да, что вот сколько я там должен зарабатывать, да куда я кого должен возить, да какие я подарки должен дарить. Плюс ко всему, плюс ко всему здесь происходит нарушение сексуальной сферы, и часто сюда добавляется, что еще не получается тот самый супердолгий половой контакт, о котором тоже часто говорят, что всем женщинам нужен мужчина с большим половым органом, всем женщинам нужен крутой сексуальный контакт, супердолгий, повторяющийся без конца, и который обязательно должен привести к женскому удовлетворению, и все, вот вам, пожалуйста, серьезный симптомокомплекс, да, вот вам, пожалуйста, психологический фактор импотенции, очень яркий, и я все-таки через свои видео, через свои статьи, считаю, что все мужчины абсолютно достойны, ну, я имею в виду только те, кто чем-то незаконным не занимается, да, проявлять себя как настоящие мужчины, и вообще считаются настоящими мужчинами, и нужно все-таки про это помнить, и вот эти вот комплексы, я считаю, нужно устранять, потому что они, конечно же, все мешают мужчине в дальнейшем, мешают его самооценке, особенно плохо делают женщины, партнерши, которые вместо того, чтобы помогать мужчине, вот постоянно клюют, и так-то такое вот медиапространство со всех сторон давит на мужчину, а здесь мы еще получаем женщину, которая вот Машке подарили шубу, а ты мне ничего не подарил, а вот Машке подарили там поездку куда-то, ты мне ничего не подарил, и здесь мы получаем действительно действительно серьезные проблемы у мужчины, то есть, а потом, а почему происходят проблемы с потенцией, да вот от того, что вы уже его заклевали, бедного мужчину, и поэтому если мужчина зарабатывает, если мужчина занимается делом, поддерживают семью, ставить какие-то границы, сколько, как я уже сказала, если это ничего не противозаконного, не бредящее всем окружающим, то я считаю, что здесь абсолютно нужно убирать вот эти вот стереотипы, кто же такой настоящий мужчина. Эти ожидания, безусловно, накладывают на мужчину дополнительную ответственность, приводят к сильному стрессу. И в случае малейшей неполадки, в случае малейшей осечки, что становится началом формирования синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Один раз столкнувшись с нарушениями эрекции в неподходящий и ответственный момент, соответственно, у мужчины мужчина будет переживать, что так будет случаться и что вот эта неудача обязательно повторится. Ещё очень интересный механизм, про который сегодня хотелось бы рассказать, это как раз таки так называемый курортный сбой. Этот термин часто сексологи применяют, когда у мужчины проявляются проблемы с интимной жизнью, которые возникли после поездки на отдых, где у мужчины завязались отношения. И в этом случае что происходит? То есть мужчина поехал там отдыхать условно, мужчина отдыхает, он расслабился, соответственно, что? Спадает уровень стресса, безусловно. Рядом возможно нет женщины, которая его пилит, которая всегда пытается навязать понятие, что ты не настоящий мужик, и когда же ты будешь этим самым настоящим мужиком. Друзья мои, давайте будем честными, к сожалению, такое достаточно часто встречается. И я здесь всегда ругаю женщин, его даже видите в этом уроке, я высказываюсь так достаточно ярко свою позицию, что этого делать нельзя. И часто женщины думают, что чем больше они будут говорить что-то плохое, сравнивать, как-то подшучивать, какие-то колкие юмористические шуточки допускать, тем мужчина пойдет и заработает ту самую сумму. но это же не так, да, и мы все с вами это понимаем, безусловно, что это еще хуже только делает мужчине и вообще их отношениям в целом. Соответственно, что происходит на курорте? Мужчина расслабился, нормализовался гормональный фон, соответственно, снизился уровень стресса, соответственно, возможно, уменьшились те самые проблемы сексуального характера, которые были. Все, он расслабленный, вокруг него люди, которые его видят первый раз, женщины, которые его видят первый раз, и, соответственно, никто ему не говорит, что ты какой-то не такой, какой-то ты там вот не как у Машки или там у Вальки, да, мужик. То есть все, мужчина полностью расслабленный. И, соответственно, с потенцией обычно у него все хорошо, либидо хорошее, все вот эти сексуальные дисфункции, особенно как раз-таки вызванные психологическим фактором, уходят на второй план, то есть их уже практически нет. И все, мужчина счастлив, у него активная интимная жизнь, и все хорошо. Дальше мужчина возвращается в свою реальную жизнь, после вот этого курортного романа. и здесь есть какие опаски, что после курортного романа половая жизнь с супругой в реальности не будет соответствовать его ожидания. Жена узнает об измене, и он заразит супруга какой-либо половой инфекцией. При этом он не знает, есть ли действительно эта инфекция, но уже есть определенный страх, что все, вот у меня там была это там словно Машка, и скорее всего я сейчас заражу свою жену. Также после измены у мужчин повышается ответственность и появляется запоздалое чувство вины. Все эти факторы влияют на развитие страха перед половым актом с женой и формируют как раз таки синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Так вот, друзья мои, поэтому вот могут быть так курортные вот эти вот романы с одной стороны восстанавливают мужское здоровье, а с другой стороны как раз таки негативным образом сказываются на дальнейшую жизнь мужчины. Ну, если мы говорим про распространенность, то есть я вам дала вот 30%, но все-таки по последним рекомендациям это 40-45% один из самых частых мужских сексологических нарушений 40-45% мужчин как в России, так и за рубежом обращаются к урологу, андрологу или сексологу именно по этой причине. Об отдельных случаях нарушения эрекции связанных с психогенными факторами практически до 70 мужчин процентов с этим встречаются. Ну, согласно статистике, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи чаще развивается в достаточно молодом возрасте от 18 до 35 лет. Но это тоже спорный вопрос. Учитывая то количество сейчас давления, которое идет на мужчину, то количество стресса, которое сейчас испытывает мужчина, то все-таки эти возрастные границы немножко, я считаю, отодвинулись на уже достаточно дальнюю дистанцию. Давайте поговорим о причинах. Причины. Ну, во-первых, есть внутренние личные причины. Это часто заниженная самооценка, да, мы тоже про это достаточно часто с вами говорим, склонность к ипохондрии, что мужчина постоянно беспокоится по поводу своего здоровья. И действительно, это тоже проблема, опять же, отягощена серьезным психологическим фактором, серьезнейшим. Дальше это психоастения, тревожность, мнительность, склонность к навязчивым состояниям. Повышенная эмоциональность, это слабая нервная система, при которой люди тяжело переживают любые неприятности и любые ошибки. соответственно, вот такой фактор хотелось бы еще выделить, как повышенная мечтательность, мягкость, ранимость и чувствительность, из-за которой человек кажется себе неполноценным и не может найти себя в жизни. Но чаще всего здесь сказать, ну вот я не могу себе найти женщину нормальную или там жениться, или завести детей, потому что ну вот я такой, таких женщин, которых мне хотелось, их к сожалению нет. И с такими мужчинами мы тоже встречаемся. Следующая, извиняюсь, что-то я немножко, следующая причина, это абстессивно-компульсивное расстройство личности. Люди с таким расстройством склонны к чрезмерным сомнениям, они поглощены в детали и пытаются сделать все идеально. Что вот допустим у них есть стереотип, что половой контакт там должен длиться 30 минут. Если случается не так, то у мужчины соответственно начинается определенный такой психологический диссонанс, что в дальнейшем приводит к стрессам, к депрессиям, ко множеству других факторов. Внутренние соматические причины это может быть как основной источник синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, так и косвенной. К ним относятся как раз-таки постоянный андрогенный дефицит или ситуационный, когда происходит снижение уровня общего и свободного тестостерона, то есть или снижается и общий и свободный или один из них. Повышение уровня пролактина в крови в результате аденомы гипофиза как вариант. повышение содержания эстрадиола из-за ожирения цирроза печени приема некоторых лекарственных средств. Сосудистые факторы поддержания эрекции. Выраженная венозная утечка, когда кровь в половом органе сразу отекает через вены, вызывая импотенцию. Диабетическая нейропатия. У меня, кстати, на канале целое видео про диабет и потенцию есть, поэтому, кому интересно, вы можете как раз-таки посмотреть его. Нарушение гормонального обмена щитовидной железы. Гипотириоз или гипертириоз. Врожденная преждевременная экуляция, связанная с чрезмерной чувствительностью головки полового члена. Ну и, конечно же, поговорим про внешние провоцирующие факторы. Внешние провоцирующие факторы это психологический стресс, физическое переутомление, алкогольное или наркотическое опьянение, психологические проблемы в семье, напряженные отношения между родителями, плохое обращение с ребенком, недостаточная или избыточная опека, неудачный первый интимный опыт, увлечение порно-продукцией, если мужчина часто самоудовлетворяется, воображая виртуального партнера, в будущем у него могут возникнуть трудности с реальным партнером, например, мужчина может добиться экуляции, но чувственные переживания будут притуплены или вовсе не возникнут. То есть, опять же, никто не говорит, что нужно исключить самоудовлетворение вообще. Нет, речь немножко не об этом. Мы говорим про то, что нельзя заменять все сексуальные контакты только самоудовлетворением. Вот это очень-очень-очень большая ошибка, кто это делает. Почему? Потому что в дальнейшем у вас, даже если при самоудовлетворении у вас нет каких-либо проблем, с наступлением потенции, с возбуждением, с окончанием полового акта, с экуляцией, то если вы уже вступите в половой контакт с реальным партнером, у вас возникнут проблемы. Почему? Это очень частая причина, почему многие врачи вообще не рекомендуют заниматься самоудовлетворением, потому что с партнером тяжелее, да, тут все понятно, тут вы уже знаете, как вам нравится, какой там темп, куда подавить, куда поприжать, то с партнером это гораздо сложнее, то есть партнеру нужно объяснять, наставлять, да, чтобы добиться тех самых ощущений, которых вам нужно, и поэтому многие мужчины, к сожалению, мы встречаемся с тем, пытаются полностью заменить сексуальную жизнь, самоудовлетворение. Следующая причина это постоянная смена партнера, вот кто бы что ни говорил, да, альфа-самец, супер-мужчина, но когда у мужчины постоянно меняются партнерши, об этом уже говорят множество разных абсолютных исследований, то значительно снижается градус чувственных переживаний, мужчина уже не ощущает те чувства и эмоции, которые он в норме должен испытывать при половых отношениях. Следующая яркая причина это некорректное поведение партнерши, грубость, насмешки, повышенные требования. Ну, об этом мы сегодня достаточно много говорили, да, я думаю, на этом мы уже не будем больше останавливаться, потому что, ну, друзья мои, к сожалению, к сожалению, такое тоже встречается, особенно, когда женщина хочет вас по какой-то причине обидеть, да, часто при расставаниях или при каких-то конфликтах женщины вот здесь соберут всю тяжелую артиллерию, что и половой контакт ей никогда не нравился и половой то орган у вас очень маленький и вообще вы не такой, как ее предыдущий бывший мишка, да, который был супер-супер сексуальный, не то, что вы, но опять же на это нужно, вот мои слова, что самая, самая, самую большую проблему может вызвать для мужчин это обиженная женщина, пожалуйста, помните и не воспринимайте это все 100% на свой счет, поверьте, я знаю, о чем я говорю, потому что достаточно много работают женщины. Теперь переходим к отличительным симптомам, то есть вот как же понять, что все-таки мы говорим и вы сталкиваетесь с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, это боязнь конкретных сексуальных нарушений, то есть вот их еще нет, возможно они когда-то, ну вот приведу простой пример, мужчина хотел вступить с красивой женщины, то есть мужчине, допустим, есть мальчик Миша, мужчина, хорошо, молодой человек Михаил, и есть красивая девушка Алена, друзья мои, имена абсолютно выборочные, вот абсолютно, соответственно, вот этому Михаилу очень долго время нравилась Алена, она была красивая, веселая, пользовалась спросом, вниманием мужчин, и, конечно же, Михаил хотел начать отношения с Аленой, долгое время, возможно, за ней ухаживал, дарил ей цветы, встречал, провожал, и только после там полугода условно он добился от Алены какой-то взаимности, и Алена сказала, ну все, давай, теперь мы с тобой будем встречаться, да, и я думаю, многие помнят времена, когда друг друга спрашивали, ты будешь со мной встречаться, да, и вот такой вот момент, да, так вот, и что получается, и вот Михаил, боясь того, что Алена же всегда пользовалась большим спросом и вниманием мужчин, и, соответственно, Михаилу нужно было проявить себя в сексуальной сфере, и когда у них случился там половой контакт, Михаил настолько нервничал, что он, что-то пойдет не так, и Алене не понравится, что, допустим, у него случилась слабая эрекция, которая была недостаточно для вступления в половой контакт. Видите, вот я вам расписала яркую картину того, как выглядит синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. То есть Михаил переживал, переживал, переживал настолько, что мы получили как раз-таки сексуальную дисфункцию, но до этого у Михаила никогда не было с этим проблем. Или, допустим, после того, когда плохой половой член недостаточно хорошо вступил в состояние паттер-эрекции, Алена там выявила какие-то эмоции, посмеялась, сказала, ох ты, Михаил, а я-то думала, ты вот там, ну, какие-то дала комментарии такие язвительные, уколола, насмехнулась, и вот тут, пожалуйста, сработал очень сильный психологический фактор, да, который, конечно же, для Михаила и для его мужского здоровья будет очень сильно негативную окраску нести. Прошу прощения. Так вот, значит, какие симптомы? Это боясь конкретных сексуальных нарушений, и, конечно же, Михаил в следующих своих половых контактах будет бояться плохой эрекции, быстрого завершения полового акта, недостаточной силы оргазма, малого количества спермы или сочетания всех этих факторов, что половой контакт в целом может не получиться, мужчина не думает. Он думает про то, что конкретно что-то будет, не будет оргазма, не будет спермы хорошего и так далее, то есть про какой-то конкретный фактор. Дальше это выраженное эмоциональное напряжение перед предстоящим половым актом. Сопровождается тахикардией, потливостью, повышением артериального давления и общим беспокойством. гиперконтроль половой функции на каждом этапе полового контакта, тщательная подготовка перед самим половым контактом и так далее. Расстройство половой сферы, которое усугубляется при синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи. Если раньше у мужчины была преждевременная эокуляция, то после присоединения данного синдрома семиизвержение происходит еще раньше. Это такая прямо серьезная проблема. Теперь симптомы, которые не являются такими суперпоказательными и специфическими, которые могут появляться при других сексуальных нарушениях. Это у нас с вами индивидуальная психологическая реакция на половое расстройство, употребление нецензурной брани, сильная депрессия, слезы, которые могут возникать на фоне тревоги после очередной сексуальной неудачи, нерегулярность половой жизни и резкое снижение общего количества половых актов, соответственно, и следующие компенсаторные симптомы, которые позволяют уменьшить отрицательное воздействие синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Например, когда у мужчины развивается преждевременная окуляция, организм пытается продлить секс, и эрекция становится не такой сильной. Ну что, друзья, вот что хочется дальше сказать, что синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи это яркий клинический пример чрезвычайной способности человеческого организма и психосоматики, при которых ожидания немедленно превращаются в реальность. То есть всё, о чём вы думали, всё, о чём вы боялись, и это касалось вашей потенции эрекции, вашей сексуальной жизни, вот практически в ближайшее время может превратиться в реальность. теперь переходим к осложнениям, да, да, действительно могут быть осложнения, причём они достаточно серьёзные, и среди главных осложнений синдрома сегодня я предлагаю выделить депрессию, да, я её выставляю на первое место, тревожное расстройство, склонность к трудоголизму, мужчина переносит нерастраченную половую энергию на другие виды деятельности, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны надо понимать физиологию мужского организма, что долго он так переносить это всё не сможет, отклонение поведенческого компенсаторного типа, то есть это агрессивность и деспотичность, боязнь полового акта, которая появляется навязчивым страхом перед сексуальным действием, из-за чего пациенты не могут вступить в любовные отношения и создать семью, формирование той самой психической импотенции и вплоть до формирования суицидальных синдромов, вот такие вот неприятные осложнения могут быть у мужчины, как же диагностировать, диагностика включает в себя несколько этапов. Соответственно, безусловно, прием здесь начинается с клинической беседы, пациент обычно жалуется на тревогу, психологическую напряженность, которая возникает при мыслях о сексе, прогрессивно нарастает и беспокоит во время полового акта, а также на страх повторения неудачи. Как правило, мужчина понимает, что причина заключается в психологических проблемах и именно поэтому обращается к врачу. Женщины с этой проблемой наиболее часто обращаются к гинекологу, мужчины к урологу, андрологу. Также на помощь здесь приходят психотерапевты, но я имею в виду только, хочется сказать, которые имеют профессиональное образование, потому что я считаю, что это отдельный ветвь психотерапии, которая требует особого внимания и особого наблюдения. Также к сексологам могут обращаться данные пациенты. Суть поведения мужчины с неврозом сексуальной неудачи точно описал немецкий психиатр Штейрн еще в 1926 году. Такой пациент всегда проходит мимо женщины, вместо того, чтобы завоевать ее. Его потенция всегда изменяет ему именно в тот момент, когда он ощущает в ней самую острую необходимость, а именно в присутствии женщины. таким образом все его возвышенные романы заканчиваются на первой главе. Вот так был описан в 1926 году, поэтому, друзья мои, проблема-то достаточно, так сказать, старая, и многие ученые уже про нее писали. Также пациент может описывать и другие несексологические симптомы. Например, учащенное сердцебиение, дрожь, озноб, неприятные ощущения в области сердца и загрудиной. В разное время ему становится тяжело вдыхать и кажется, что не хватает воздуха. При малейшем волнении появляются позывы на дефекацию, вздутие живота и повышенная потливость. То есть вот здесь описаны симптомы той самой медвежьей болезни, когда вы переживаете и хочется побежать в туалет по-большому. И вот тут мы их как раз и видим. Иногда такие мужчины жалуются на частые позывы к мочеспусканию, чувство жара. Все эти симптомы возникают вне возбуждения или секса и говорят о предрасположенности к пациенту к психосоматическому расстройству. Иногда мужчины ощущают боль, зуд, жжение, мурашки и покалывание кожи головы разных участков тела, рук, ног и полового органа. Такие симптомы возникают как при стрессе, так и в состоянии относительного покоя. Некоторые пациенты в течение всего дня могут преследовать мысли о сексуальной несостоятельности. Они раздражительны, быстро устают, их подавленное настроение может перерасти в депрессию. Часть пациентов может быть слишком мнительна, замкнута, скрытая, ревнивая, уступчивая, молчаливая или задумчивая, но все эти симптомы сходят на нет после устранения сексуальной проблемы. Безусловно, существуют у врачей специальные опросники, опросник сексуальная мужская формула, опросник супружеской удовлетворенности, опросник сексуальной удовлетворенности, с которыми как раз работают врачи. После опроса врач осматривает пациента и проводит андрологическое обследование. Безусловно, это анализ крови, проверяет уровень общего тестостерона свободного, фолликулостимулирующий гормон, лютин, стимулирующий гормон, пролактин, эстрадиол, глобулин, связывающий половые гормоны, уровень гормонов щитовидной железы, ТТГ, Т3, Т4, антитилак, ТПО. Обязательно нарушение, определяет нарушение углеводного обмена, уровень гликированного гемоглобина, инсулина и глюкозы в крови. Обязательно необходимо сделать ТРУЗИ, это как раз таки УЗИ предстательной железы малого таза. Исследование окулята, выявление болезни, которые передаются половым путем, и которые часто вызывают воспаление, тем самым вызывают нарушение сексуальных функций, определение условно-патогенной микрофлоры и исключение воспаления. УЗДС полового члена, то есть УЗИ сосудов полового члена. Вот такая диагностика, достаточно широкая, но тем не менее. Безусловно, данная патология поддается лечением. Цель основная лечения это устранить тревогу, эмоциональное перенапряжение, восстановить нормальные сексуальные отношения с партнершей. Терапию проводят, как я уже сказала, психиатр или психотерапевт именно с профильным образованием, сексолог. Соответственно, также выявить аномалии болезни органов мочеполовой системы, гормональные нарушения, помогает уролог, андролог или эндокринолог, если требуется, также приходят на помощь. Соответственно, программа помощи пациента предусматривает индивидуальную психотерапию, при которой также необходимо вовлеченность партнерши и, возможно, медикаментозное лечение. Часто мы также применяем индивидуальную психотерапию с помощью методов специальной психологической беседы пациента обучают расслабляться, управлять поведением, снимать отрицательные эмоциональные переживания, повышать самооценку, уверенность в себе, а также меняют его представление о роли полового контакта в отношениях. Очень важным становится обучение конструктивным способом мышления в создавшейся ситуации. В зависимости от случая врач подбирает подходящую технику, их очень много, поэтому здесь все подбирается индивидуально. Для лечения больных с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи используют самовнушение, в том числе с помощью гипноза, поведенческой терапии. Также используют нейролингвистическое программирование. Это методы НЛП, вы наверняка про них слышали. Например, метод взрыва навязчивости, техника порогов, которые вместо того, чтобы ослабить психологическую реакцию страха, сексуальной неудачи, наоборот усиливают ее и доводят до абсурда, что помогает пациенту по-другому всклинуть на ситуацию. Ну и, конечно же, техник очень-очень много, здесь уже индивидуально, совместно со специалистами мы подбираем ту технику, которая подходит к конкретному пациенту. Также использую медикаментозное лечение, чтобы устранить выраженные эмоциональные расстройства, тревожность, депрессию и усилить половое влечение. В этом случае назначают транквилизаторы, абдактогены. Сразу скажу, я в этом случае против антидепрессантов, потому что здесь часто антидепрессанты наоборот, настолько сильно подавляют влечение либидо, что пациенту становится все равно на это. Соответственно, препараты выбирают в зависимости от побочных эффектов, степени выраженности синдрома, соотношение пациента негативной симптоматики, тревога, депрессия, страх. То есть препаратов много, опять же, если нужно, мы подбираем конкретно для мужчин. Друзья мои, как вы знаете, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина, который как раз-таки улучшает потенцию, улучшает либидо, потрясающим образом влияет на сперматозоиды и на уровень тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Состав абсолютно натуральный, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, ртути, поэтому можно принимать длительно и регулярно для достижения самых хороших, самых сильных результатов. Поэтому соответственно принимать по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц, можно дополнительно принимать капсулу за полчаса до полового контакта для усиления возбуждения. также ссылочка будет на мужскую мощь чуть ниже, будет в описании, также чуть ниже на слайдах будет QR-код, где можно прям по QR-коду заказать данный препарат. Так вот, также влияют, также назначают препараты для того, чтобы снизить уровень пролактина, снизить количество эстрогенов. То есть здесь мы подбираем все в совокупности. Существует ли профилактика? Так вот, профилактика существует, соответственно, здесь надо немедленно, если вы заметили, что у вас появились какие-то симптомы, или сегодня вы заподозрили, что возможно у вас есть тот или иной симптом, необходимо немедленно обратиться к сексологу, психотерапевту, урологу, андрологу при самых первых симптомах. Соответственно, поговорить со своим партнером и объяснить, что если партнерша будет в таком же духе реагировать на какие-то сексуальные проблемы, то может быть огромное количество разных последствий. Корректировать внутренние предрасполагающие причины, гормональные, сосудистые, исключить провоцирующие причины при первом сексуальном опыте, стресс, физическое переутомление, алкогольно-наркотическое опьянение, создавать романтическую обстановку перед половым актом на основе взаимных любовных отношений, нормализовать режим труда отдыха, соблюдать режим сна, питания, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, пренебрегать с половым воспитанием и сексуальным просвещением до первого полового контакта. Друзья мои, вот такие рекомендации. Соответственно, как только вы заметили у себя данные симптомы, важно обращаться к специалистам, не стоит ждать, не стоит там что-то на себе испробовать, ни в коем случае, сразу обращаемся к специалистам для хорошей терапии, хорошей профилактики. Так вот, друзья мои, мужская мощь действительно помогает мужчинам улучшить потенцию, эрекцию, увеличить уровень либидо, повлиять на сперматогенез и увеличить уровень тестостерона. Соответственно, заказать вы можете, ссылочка будет в описании. Также стоит помнить про то, что мы используем мужскую мощь с целью профилактики воздействия на мужской организм, то есть и с лечебной целью, то есть в комплексной лечебной терапии. Также мужскую мощь используют. Соответственно, вот QR-код, продается на озоне, все документы проверены, мы следим за производством каждой банки, каждая банка имеет QR-код, соответственно, через него вы можете проверить в системе честный знак, что препарат сертифицирован, проверен и, соответственно, абсолютно безвреден и натурален. заказывайте, пробуйте и ощущайте на себе эффект мужской мощи. Ссылка, QR-код перед вами, ссылка чуть ниже в описании под видео. Ощущайте эффект мужской мощи. И задание на вашу, на нашу следующую неделю до следующего урока обязательно подумать, нет ли у вас тех самых симптомов психологических, которые тормозят вашу активную сексуальную жизнь и вызывают у вас сексуальные нарушения и сексуальные дисфункции. Вот еще раз пойтись по всем-всем-всем симптомам, может какая-то есть доминанта. Надо ее выявить и начинать с ней работать. Будьте здоровы и до следующего урока. Пока-пока.